привет народ с вами снова я комрад доктор и баклак и сегодня у нас просто чудо чудесное у нас три целых мыши в обзоре и не просто мыши мыши из топового сегмента две оптики и один лазер это значит zoe c eva white белого цвета это да садор 2013 буквально недавно появившись в москве даже недели еще не привил не прошло это still serious сенсей правда первой ревизию потому что на вторую ревизию меня денег особо не хватило дает зачем потому что я в своей жизни все переосмыслил и пересел с лазеров на оптику вот розничная цена москве 1 2 700 это и 2 850 это я не знаю если еще в продаже но последний раз в районе трех тысяч было в общем дела такие конечно сегодня обзор больше пойдет этих двух мышках и тогда уж сам последнюю очередь про эту я как бы буду они немножко упоминать потому что мышка уже довольно старая и полно обзоров про нее а вот про этих двух индивидуумов особенно вот этого обзоров пока маловато значит приступим как вы видите только одна из этих мыши симметричная это сенсей он имеет блок боковых клавиш по бокам двух сторон подходит как и правшам так и левшам сейчас он не подключен поэтому вы не можете видеть все эти сияющие логотипы коле колеса но не велика потеря эти же две мыши у нас представляют класс эргономических под руку правшей это скажем так про отец вот этой мыши опросом вот этой мыши является небезызвестная серия мышей microsoft а но как будто не было они достаточно похожи по форме но есть некоторые отличия но начнем сначала с технической части во первых самое интересное вот это работает без дров это работает с дровами только с дровами у этой оптический светодиодный сенсор вы видите а здесь оптический инфракрасный сенсор то есть ну совсем чуть-чуть там что-то подсвечивается это это камера видит так дальше поехали это вариация белая глянцевая но есть еще варианции вариации черная покрытая такой резина подобным веществом похоже на soft touch но в я выбрал глянец потому что как ни парадоксально у меня она в руке крепче держится пусть она засаливается и так далее подобное но играть мне удобнее на этой здесь же в отличие от первой ревизии матовый пластик то есть здесь нет никакой резины она на ощупь шершавая вот ну а собственно вот это глянец но с прорезиненными боками вот такие вот пироги дальше поехали боковые поверхности этих мышей я надеюсь видно потому что просить меня просто снимаю не дома и снимаю мобильника поэтому тут дело такое вот значит мы видим глянцевую поверхность здесь она матовый пластик и снизу прорезиненная поверхность для четкого хвата ну не знаю по моему это работает но не так чтобы уж грандиозная разница между этой этой мыши были вот блок клавиш как видно на досадере немножко смещен вперед поэтому если у вас рука не лежит на самой мыши как вот меня хват вот такой вот под большим получим по пальцам получается только задняя кнопка боковая до 1 приходится тянуться изменяя положение руки на мыше у зову и ситуация иная вот он хват и мой палец ровно посередине то есть я могу дыркнуть как переднюю боковую кнопку так и заднюю без особых проблем ну солнце и вообще все идеально мышь по сравнению с этими двумя мельче и блок клавиш тоже находится идеально вот фишка без драйверов в чем заключается у этой мыши вообще нет драйверов нет прошивок и вообще не представляю как они этого добились хотя в принципе все понятно но в наш 2013 год это такой олдскульный прием потому что таких мышей все хотят макросы все хотят настройки все хотят свистоперделки но они поступили иначе причем за 2 2 700 это дело такое рисковая но факт в том что у него всего 3 dpi значение это 450 1150 и 2 300 и они переключаются как у первой ревизии desader вот этой кнопочкой то есть и скролл меняет свои цвета с красного это 450 на фиолетовый по моему сейчас посмотрим до фиолетовый такой пурпурный это 1150 и голубой это 2 300 а потом снова красный дальше у этой мышки изначально стоит полин крейд опросы юсб порта 1000 герц можно переключить на 500 и на 150 переключается тоже довольно прикольно вы вытаскиваете мышку из юсб порта нажимаете определенную комбинацию клавиш боковых и снова ее переподключаете ждете пока загорится сигнал все опрос мыши выставлен у desader же дела обстоят намного плачевней теперь он работает с небезызвестной программой synapse 2.0 это такая это такой модуль который отвечает за все устройства razer на компьютере вот все это скачивается из интернета он интернет-зависимый все памяти у нее нет макросы хранятся в синапсе работают через синапс настройка идет через синапс то есть отключаемые там подсветки винтифлюшки и так далее там подобное работа кнопок перенастраивается тоже через синапс здесь нормально все с этим все в порядке лазерная мышка авага 9500 кстати здесь сенсор авага 3988 а здесь 3090 то есть это инфракрасный это оптический светодиодный это лазер вот здесь все отлично с программным обеспечением работают драйвера в оффлайн-режиме настраивается абсолютно все то есть мне кажется сенсей даже переплюнет desader по плане настроек там и контроль курсора и высота отрыва и все так далее и тому подобное вот desader и настраивается час от опроса dpi с шагом 100 до 6400 потом высота отрыва и впервые оптических мышек я вижу калибровку ковра то есть вы возюкайте мышку по ковру она подстраивается под него и работает вроде как хорошо при этом у синапса есть преднастройки для этой мыши настройки ковров то есть вся гамма вся линейка ковров рейзер она уже вбита изначально то есть вам нужно выбрать и сенсор по идее я не знаю как функционирует в этом плане он подходящие настройки под себя подгоняет под этот ковер далее смотрим про блок клавиш рассказал про покрытие рассказал здесь кстати у сенсея две боковые кнопки с левой с правой стороны для левшей здесь для левшей ничего не предусмотрено зато для лизины мизинца и безымянного пальца здесь резиновая прокладочка как и с той стороны она за вы ничего просто глянец ну в общем такие дела вот свистоперделки узовые минимальны это насчет формы вроде бы они кажутся вам примерно одинаковыми да но но даже у них примерно размеры одинаковые там длина ширина высота но я заметил одну такую ситуацию удосадр выражен более вот этот горб причем гор более выпуклый по сравнению с зоу и узовые он более пологий но в чем еще для руки очень сильное различие от этого горба спуск кнопкам более крутой нежели узовые получается рука назову лежит на более пологой поверхности а тут сильно достаточно выпячивается этот горб упирается в ладони а как видите у меня ладонь с шрамом конечно такое единично но не очень удобно лично для меня ну сенсей как всегда маленький удобненький безупречный форма сенсея мне абсолютно нравится она и швец и жнец и на дуде игрец всем подойдет а вот досадр досадр в принципе наверно это дело привычки но он мне кажется немного будет напрягать мою руку хотя 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 очень много людей которые нравятся изначально форма досадры которые фанатеют от нее и им пересаживаются если пересаживаться с досадра то на мышки с похожей формы вот вот такие вот дела что меня очень поразило в зоуи это кабель без оплетки как видим у сенсея оплетка у досадра оплетка у зоуи не оплетка но но вы не поверите я давно не видел такого эластичного мягкого шнура он вообще не чувствуется когда ты играешь с мышкой в руках поднимаешь ее отрываешь я играю на лоу сенси в батлу вот кстати кстати я очень долго и часто видел мыши вот как у сенсей видите как у него провод топорщица это толстый провод в оплетке я такие терпеть не могу вроде бы как бы он в оплетке да но при этом он так сильно на мышь влияет и и чем меня удивил досадр у него тонкий провод очень легкий очень гнущийся там упасть у вас пусть не смущает это я его только распаковал верни как распаковал развязал этот узелок который там обычно крепится в коробках так то мышь я пользовался вот он мягкий подвижный я бы его сравнил зоуи потому что он вообще никак не ощущается а вот у сенсея представительство всех мышей всех негативных качеств толстых кабелей в оплетке но это просто ужасно и поднимаю и прям ощущая его это но не кошерно насчет того что перед перетрется не знаю посмотрим вроде бы пока все нормально ничего нигде не перетирается хотя на нем грязь остается он собирает цвет мелкую пылюк и на кабеле она видно ну да ладно мы так это мы оставили насчет веса мышек узовые это 97 грамм кстати и c его подразделяется на два вида одна побольше другая поменьше если один размерами с десадр и c2 ну буквально потом по два-три миллиметра с каждого параметра вас та ширина длина скидывается то есть мышка меньше соответственно и c1 весит 97 грамм и c2 93 десадр без учета кабеля 101 ой вернее 105 это меньше чем предыдущие версии и сенсей весит тоже 105 грамм то есть они абсолютно идеальные десадр по своей манере больше дальше поехали скрол здесь он четкий упругий достаточно сильно его слышно оптический как заявляют производителем он достаточно долговечный потому что во всех остальных мышка в большинстве своих применяется механические скроллы они довольно сильно изнашиваются и перестают адекватно работать я бы сказал что скролл зоу идеален для гейминга потому что он тугой такой с четкими кликами у досадра скролл мне кажется механический он безумно легкий легкий по сравнению зоу у него больше положение во время прокрутки то есть закруг колеса больше фиксаций такое ощущение вот он мягкий бесшумный как будто скролл окунули такое маленькое количество латекса и он как бы накрыл это все вращение он безумно мягкий и такое ощущение что не знаю появится дабл скролл или что-то вроде этого хотя посмотрим мышка только появилась данному сенсей уже сколько год вот как вы его слышите он похож на скролл рейзера клики более четкие громкие а вот по силе и фиксации абсолютно такой же кстати кстати бак брак не знаю через полгода стала облизать вот эта часть краски это очень плохо это ужасно когда мышка подсвечивается здесь тоже все светится это отвратительно это минус сил sirius у дальше кнопки кнопки основные здесь стоят микрики хуана такое чувство здесь стоят амрон здесь тоже наверняка амрон самое прикольное что микрики хуана делались специально для зоу и то есть они обратились я так понял к заводу и завод им сделал все как надо вот то есть ни в каких других мышках вы не найдете такую серию микриков ход довольно тяжелый четкий безумно громкий клики приятные нету двойных нажатий нет непреднамеренных нажатий ну это можно исключить это я сильно долбанул по ней не кнопки не дребезжат так боковые кнопки так насчет боковых кнопок довольно ощутимые предход где-то миллиметра два и потом уже только нажатия но кнопки приятные случайных нажатий тоже не не получается даже когда вы берете мышку поднимаете за эти кнопки ничего не происходит вот но микрики основных кнопок просто чудесные ну я не знаю для гейминга может в тишине ночной они и слишком громкие для гейминга они идеальны далее рейзер до садр 2013 я наверное называл его блок виду ну ладно неважно потому что мне тоже клавиатура есть блок виду я могу оговорочки делать сначала проверим кнопки дребезжат это очень плохо потому что первый до садр страдал дабл кликом а тут какое-то непонятное дребезжание кнопок неприлотное прилегание посмотрим что будет кнопки нажимаются очень легко тихий приятный клик ход кнопок минимален кнопку кнопки нажимается быстро но мне не нравится это дребезжание и они мне кажется не очень предназначен для гейминга потому что иногда когда я играл батлу на ней я вроде делал множественное нажатие как-то неосознанно так знаете а когда убивал противника я поворачивался к мыши и думал а я вообще сделал эти двойные нажатия что за зигня они не чувствуются нет так сильной отдачи хотя безусловно во тьме ночной при свете дня когда спящая баба у тебя это все подойдет но 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 это конечно все на любителя но мне не нравится у сенсея нету практически дребезжание клик четкий громкий не такой мягкий как на досадере не такой тугой как на зоу и ну вот по качеству нажатия на кнопки я бы поставил зоу и на первое место сенсей на второе до садор на третье но вот на чем отыгрывается до садор это боковые кнопки хода нету тугие четкий клик изумительно вот боковые кнопки до садора лучше из всех и все это троица это просто чума ну и на самом деле у до садора лучше внешний вид смотрится конечно на просто офигенно что где рейзер умеет делать так это стильные мыши это выглядит как как клубная мышка за 500 рублей это глянец непонятно чё они я не про то что как это в руке сидит а про то что как это выглядит но это смех и грех аутрейзер еще у них клавиатура black widow 2013 эту мышку ковер голиафус или еще что-то там это просто чума выглядит конечно это просто потрясающе ну и напоследок что я хочу сказать это сенсор и собственно из-за чего мы покупаем эти мыши из-за чего мы как собственно как мы играем в игры с этими сенсорами что я вам хочу сказать лазер достаточно ощутимо отличается от оптики от современной настроенной почему отличается мне показались оптические мыши более мягкие при движении медленном курсор более четко что ли слушается более цепляется за поверхность это очень интересно в плане когда ты играешь на low sense тебе нужно или ты там снайпером или микро доводка рукой до черепушки противника лазер более грубый но это чисто субъективное ощущение высота отрыва этих мышек у всех очень низкая благодаря линзе зоу и она составляет порядка полтора один и восемь миллиметра это для оптики светодиодной очень мало они разработали свою собственную линзу как видите вот брюшко эту наклейку я содрал здесь должна быть наклейка так что не обращайте внимание две огромные тефлоновые ножки пусть и черного цвета но это не полноценный тефлон но все равно он очень скользкий мыши ведет себя хорошо здесь как вы видите три ножки достаточно маленькие тоже черного цвета наклейка все эти все дела все должно быть тоже минимальная высота отрыва ну а здесь здесь как вы видите экранчик свой знаменитые три ножки вот ножки у сэнсея так себе я бы заменил что что не типа гиперглайда и так далее там подобное она хуже всех из этих трех возю кается по ковру ну так вот с учетом калибровки под ковер с учетом нового обеспечения рейзер изумительный показал показатели у досадера изумительные показатели узовые то есть отсутствие акселерации минимальная высота отрыва очень мягкие очень чувствительные под твои микро движения причем чувствительные нерывками а очень плавно курсор двигается мне кажется старая гвардия ценит и эту мышку и эту это конечно тоже безупречно для гейминга я я на ней играл в течение года и выдавал очень хорошие результаты но душа задрота все взяла и выбрала вот оптику инфракрасную оптическую неважно она более мягкая она такая податливая лазер лазер уже очень близок к оптике буквально еще одно-два поколения лазеров и я думаю что я за уже задумываюсь о том что стоит ли мне вернуться на лазеры потому что они прогрессируют просто семимильными шагами есть минимальная высота отрыва никаких светодиодов огромное количество dpi но у авага 9500 есть маленький аксель в районе трех пяти процентов это немножко сказывается мы плюс более такое грубое неотесное движение но как сказал один человек главная выдержка опыт привычка вот на этой ноте я хочу с вами попрощаться спасибо что слушали спасибо что смотрели пока